всем привет друзья но с вами макс травер вы на канале путешествия и мы сегодня в вьетнаме и разберем в чем секрет молодости вьетнамцев почему они так выглядят всегда стройно и хорошо почему они худые в общем не переключаемся ставим лайк садимся поудобнее и передаю камеру лили она расскажет как начинается день у вьетнамца погнали йога это что-то потрясающее но не менее потрясающее вот это молоток доброе утро почему утро почему не ночь потому что без 15 5 мы договорились с местными ребятами вчера познакомились прийти на йогу бесплатную йогу представляете где даже коврик вам дадут сейчас я вам покажу это восхитительное место жизни во вьетнаме мне чанге уже кипит полным ходом мы с вами идем на йогу а потом на зарядку ну что друзья мы вот как будто не уходили но молодежь вся сменилась на более зрелый возраст то есть ребят смотрите уже покупались пляж пенсионерах которые занимаются бегают купаются этот пляж сейчас посвящен людям 60 плюс мы сюда еще не вписываемся в эту команду но тем не менее мы идем посмотрите друзья пять утра никто времени зря не теряет просто посмотрите в основном идет зарядка на разминание вот как раз как зарядка видите никто тут я сильно не усердствует есть конечно ребят которые бегают но все же все в основном занимаются зарядкой вот смотрите девчонки там пойдемте к ним прекрасная девушка нам выдала публики мы будем заниматься прямо здесь в общем друзья без 15 и 5 около фонтана чуть-чуть правее лотоса можно найти в общем то есть вместе с профессиональными учителями йога это что-то потрясающее но не менее потрясающее вот это мероприятие все институты Боже, посмотрите, 65 лет человек, как занимается. Просто посмотрите на это. И это делает она без остановки. Пока мы вот там, друзья, занимались йогой, здесь человек делает без остановки. 65 лет, друзья! Посмотрите, какую может быть другая жизнь. После, друзья, йоги плавненько перемещаемся на аэробику. Здесь все активно уже, посмотрите, посмотрите. И это все, друзья, люди в возрасте 60+, активно работают над собой каждое утро. Даже есть какие-то специальные свои упражнения, видите, которые разгоняют энергию Дзен или Ли. Не знаю, какая там энергия у кого течет. Пошлите где танцы, я пойду туда. В общем, здесь вас никто не прогонит, все вам улыбаются. Значит, идет аэробика в полном объеме, как в пятизвездочном отеле каждый день. В общем, мне нравится, друзья, этот жизненный ритм. Встал в 5 утра, потанцевал, йогой позанимался, встретил потрясающий рассвет. Здесь же просто идеальные фотографии должны быть. Девчонки, кстати, вон, смотрите, молодые, показывают все движения. Да, аэробику, ну, круто. Почему нет? Вьетнам вообще просто заходит. Ребята, если вы не пластичные, вы не умеете пимчевать, здесь это никого не волнует. Просто присоединяйтесь и все. Главное, чтобы у вас появилось желание. Вот и все. Ну, как тебе, Ира? Расскажи свои ощущения. Да просто супер. Женщины богические. Да посмотрите, что они творят, а мужчины. А там группа в зеленых купальниках. Так, все, передвигаемся к группам в зеленых купальниках. Они там разучивают танцы. Может быть, нас возьмут в местную школу? Друзья, на часах 5.55 мы приближаемся к группе, к еще одной. Мы их вычислили, потому что у них одинаковые мальчики. Не знаю, что они занимаются, но мы идем к ним. Молодежь. И миллионы людей, которые каждое утро занимаются спортом. Это так мотивирует. Ну, вот просто посмотрите, объектом беспортивного инвентаря может быть абсолютно любое место. Включай шарики. Просто какие-то шарики. Просто, ну, это великолепно. Растяжка. Значит, тут полным ходом практикуется. Чего здесь только нет. Хеллоу! Дай! Короче, я вам скажу, друзья, ну, это же просто, просто какое-то великолепие. Это какой-то петит. Заряд эмоций на целый день. Друзья, после того, как ты занимался йогой, аэробикой, искупался, растянулся, с прекрасным настроением начинаешь свой день. Вот так живет Вьетнам. Да, утро у вьетнамцев начинается рано. И они, конечно, в этом плане молодцы. Нам надо у них взять как пример. Конечно, я думаю, что еще не исключение это питание. И это тоже немаловажно. В рационе у вьетнамца достаточно очень мало мяса. Достаточно много-много зелени. Вареный, пареный, жареный. Кстати, она достаточно также интересна. В общем, всего у них в достатке. А главное, у них есть солнце, хорошая погода. Я думаю, нету стресса касательно того, что там смена вот этого климата. Естественно, есть всегда солнце, есть всегда море. Кстати, в море они днем не купаются. Это делают либо рано утром, либо редко, когда вечером. Я думаю, в этом и есть вся фишка. Питание, погода, ну и, наверное, ритм жизни. Когда ты постоянно в 5 утра встаешь и погнал. Сейчас я покажу вам, какую еду все-таки любят есть вьетнамцы. И покажу, какую еду любят еще есть туристы. Есть такая штука во Вьетнаме, как буфет. Расскажу вам, что это такое и как его есть. Сегодня мы будем заниматься обжиралово. Это, в принципе, наверное, уже типичная тема у нас во Вьетнаме. Мы приехали в барбекю буфет. Здесь можешь есть до 2, но сколько хочешь. Пивасик, кстати, тоже бесплатный. Я не знаю, что это, но это что-то. Здесь можно чебуреки, салат, спайси, рыба. Кстати, сашими. Морепродукты сырые. Морепродукты сырые. Это можно, наверное, набрать еще и приготовить самому попкорн. Какие-то сладости, типа желе. Это вот вообще любимая тема их местные. Сладости это арбузики. Понятно. Что здесь? Супчик. Ну, супчик, как на завтраке. Морепродукты. Отлично. Улитки. Нифига себе. Какой-то жареный еще банан. Что-то непонятное. Тоже рис сладкий. Тоже достаточно непонятное и типичное. Такое мы и у нас можем покушать. Мясо. Интересно. Тоже, кстати, такая непонятная фигня. Я так и не понял, что это. Это роллы. Очень похожие. Я уже такое подобное ел. На самом деле невкусное. Заматанные в рисовую бумагу. Суши с сосисками. Сосиски. Салаты. Кстати, очень классно добавлять. Попробуйте для себя добавить арахис в салат. Очень, кстати, вкусно и интересно. Соусы. Здесь можно сварить супчик. Но мы же пришли не за этим. Мы же пришли за совсем другим. И теперь мы смотрим, что у нас есть из мяса. Это все сырое. Можно брать и самому варить. Что очень круто. О, куриные ножички. Дадим Юре попробовать обязательно. Что-то опять неизвестно. Даже сосиски, пожалуйста, кукурузки. Это все набирается. Все это варится самостоятельно. Сейчас покажу, как это выглядит. Это у нас кастрюля. По идее, мы должны взять, например, вот это сальца. И положить. И она должна жариться. Но это не точно. Голубые креветки. Прикольно. В общем, сам готовишь. Смотрите, здесь свининочки еще. Только непонятно, конечно, как жарить. А масло добавить или что надо? Еще бы объяснили бы. Классно. Кстати, а вид-то какой шикарный. Холешь? Оп, и она открылась. Я понял, спасибо. Да, кстати, еще и... Или чай, или пиво, непонятно. Но похоже на пиво. Я накула, видите, виноградный кулинат в последнее время. Угу. Офигенно. Вот это да. Оп. 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 Хочется ли в таких ресторанах на самом деле готовить или просто есть? Ну, интересно. А не слася кухня дальше. Если стоя, могу приготовить. Вот. Потому что кто я? Кто-то пол. Кто-то пол. Кто-то. Обалдеть, друзья. Такое объедало вам. Но осьминоги не очень. Это не Лилина. Мы не умеем это готовить. Они просто сами по себе такие. А это, смотрите, мясо пошло. Это не слася. Вот что. Я скажу, что в США такой буфет бы стоил бы под... Я платил в США даже 25, наверное, мы платили за буфеты. Ничего, мы справимся, Юра. Держись. Держусь. Ты как-то ветер набрали? Красота какая. Друзья, ну это просто божественно. Нет, ты покажи вот это вот. Вот это, друзья, просто космос. Смотрите, еще мороженое есть поближе. Это не все мне. Еще и палочками. Ребята, ребят, ребят. Выбираем его кругу, а огурец. Мы его никогда, никогда не забудем этого буфета. Было очень вкусно и классно, друзья. Доброе утро. Вы даже не представляете, насколько оно доброе. У вас там примерно 2 часа ночи. Это по московскому времени. А у нас 6 утра. Для чего мы так рано вышли? Я вышла еще. К тому же не одна. Вы сегодня удивитесь. Сегодня в блоге будет совсем другой человек. Па-бам! В общем, мы вышли на зарядку, потому что местные очень любят это дело. И дело они любят. Это в 6 часов. Оказывается, здесь спорт очень хорошее занятие для маленького, взрослого и старенького. Поэтому мы присоединяемся к этой компании. Идем искать себе компанию на спорт. Как вам такое? Вернее, не так. Как тебе такое, Elon Musk? Смотрите, уже движ в Париж во всю. Здесь люди не спят. Здесь жара, поэтому утро начинается очень рано. Иногда в 4 часа. То есть уже люди там что-то моют, делают, готовятся. Потому что здесь есть негласное сиеста. Вы можете зайти в банк или зайти в какой-то магазин и увидите, что люди спят на полу. Продавцы. Или там, я не знаю, банковские служащие. Вот такая вот система здесь есть. Прикиньте? Но самое главное – зарядка. Прошу напомнить. Это 6 часов. Это уже разгар рабочего дня. Не знаю, куда они все спешат. Явно не возраст. Хотя... Вернее, все местные возвращаются. Пляжи уже покупались. Движения. Тут вообще, конечно. Ты сам себе хозяин на этой дороге. Ты можешь остановить кого угодно. Ну что, мы видим вот уже первых людей, которые вовсю занимаются спортом. Мы уже, видно, пришли поздновато. Может, 5 надо проходить? Вот что такое, друзья, утро. В общем, друзья, подойдут любые подручные средства. Главное, мне так это нравится. Все в возрасте. Посмотрите. Пойдемте спросим у женщины, что она делает. Она бьет тебя по спине. Смотрите, что здесь происходит. Ну это же просто прекрасно. Посмотрите. Они вот в таком возрасте занимаются так классно. Это так вдохновляет. Все, я тоже хочу. Hello. How are you doing? How are you doing? How are you doing? This is fine. Yeah. And where are you going to be in the очереди? I'm going to take care of you. I want you to take care of you. Hello. You have a massage? Oh, it's okay. Okay. I want you to take care of you. Смотрите, какая это система, бесплатный массаж. Если ты хочешь попасть на массаж, то вот походу. Ого, ничего себе, просто. Малаток. О, ничего себе. Ого, это красиво. Спасибо. Да-да-да. Слушай, не хотят уползкать? Это прекрасно. Спасибо. Спасибо. Нет, нет, это турист. Спасибо. Спасибо. Мы живем в Беларусь. Беларусь. Спасибо. Ну все. Вот теперь вопрос как? Какой ты назвал? Какой ты назвал Лиля? Мой назвал... Очень приятно. Очень приятно. Спасибо. Спасибо, сэр. Давай-давай-давай-давай. Нет, ну это, конечно, прекрасный, друзья. Это же бесплатный массаж. Я вам честно скажу, вот такого подхода я не ожидала. Все. Нет, ну посмотрите, друзья, вот что за растяжка в таком возрасте. Ну вот просто смотришь и зависть одолевает. Думаешь, вот где ты повернул не туда. Вот когда это случилось? Я тебе так скажу, еще в 12 лет мы повернули не туда. Семьдесят три, друзья. Семьдесят три. Человек занимается. Все. Давайте повернем. Как надо делать? Расскажите, вот, студентка, которого вы знаете. Так, начинаем вращать бедрами. Мне кажется... Легкие вращательные движения. У этого парня получается лучше, чем у меня. Нет. Ноги на ширине плеч. Как правильно надо делать? Ой, как взорьте вашу разминку. Вот? Нормально? Нет. Окей? Вот так вот, друзья. Понятно. И даже если ты не знаешь, как делать упражнения, ребята здесь тебе сразу научат. Они все знают. Ты даже не так делаешь. Да? Я же говорю, что у этого парня лучше получается. Может, надо как-то качаться со стороны. Спасибо, сэр. Спасибо. А дальше только медитация, только медитация. Так, ну все. Сейчас мы немного размялись, а теперь идем на медитацию. А где коврики? Где коврики, Лиля? Хеллоуууууууу. Хеллоуууу. Просто посмотрите, как это происходит. Это просто прекрасно. Девчонки сидят в позе. Вот интересно, сколько у них:"HELLO. What is your name?" How old are you? No English. К сожалению, не могут они рассказать нам, сколько им лет, но видно, что возраст достаточно солидный. Опа! Это, конечно, просто что-то потрясающее. Медитация с таким видом. Просто посмотрите, идеальная поза лотоса, поза монаста. Здесь круто. Ребята, ну вот что сделать, даже если поза лотоса, это не твое. Йога не твое, пробежка не твое. Интересно, что же мы найдем в этом загнутом мире? А у вас такая йога, да? У меня есть, что так? А не должна быть. Я тоже учила по-русски. Ой, это прекрасно. Смотрите, вы нашли человека, который разговаривает по-русски. Здесь йога-хорба сколько у вас начинается? Смотрите, друзья, мы нашли человека, который разговаривает по-русски. И здесь проводим тренировки. Поскольку начинаются они? А мы начинаем ясно с утром. У нас тут много места есть. Ясно, это тренировка. Утром тут в пиад. И там, где лотос. Ясно. Там в пиад вечером. И ночью, это тут в сторону, это в пиад. Значит, есть несколько мест, когда вы можете прийти не только утром, но вечером. И даже в обед, да? Обед в обед. Обед в вечером, в утром. И чуть-чуть похоже. Чуть-чуть похоже. Ну что, друзья, вот мы и нашли бесплатную йогу. Значит, без 15.05 здесь собираются. Мы уже пришли поздновато. Пришли в 6. Поэтому время 5 часов сбора. Завтра начинаем с утра. Спорт в самом разгаре. Кто не успел на 5, всегда может продолжить в 6. Для этого созданы все друзья условия. В общем, посмотрите, в таком возрасте люди просто не перестают, а не меня удивлять. Я, друзья, напомню, что сейчас 6 утра. Hello! Друзья, я вас приглашаю на авторские туры на яхту на Средиземное море в Турцию 23 марта и апрель. Каждую субботу начинается яхтенный тур, чартерные дни. Вы можете, друзья, принять участие и заняться обучением яхтинга. Друзья, я приглашаю вас на яхт-туры, которые состоятся уже в марте. 23 числа состоится наш первый яхтенный тур на Средиземном море. У нас уже есть крутая лодка 40 футов ферст, на которой мы будем проходить обучение. Три каюты, на 7 человек рассчитана. Очень классная скоростная лодка, чтобы почувствовать всю скорость, ветер и весь кайф морских приключений. Пиши мне в личку, я расскажу все подробности. Количество мест ограничено. Это будут незабываемые опыты и ощущения. Столько всего непонятно. Это вроде как желе какое-то или вроде как яичница. Хрен поймешь. Ну, что-то интересное. Мы очередной раз, друзья, приходим на обжираловку, потому что в Азии по-другому. Ну, просто, ну, никак. Сюда ложи. И сейчас мы заказали опять суп. Я опять говорю. Вот такой интересный. Я опять повар. Ой, ребятушки, сегодня будет обжиралов. Ролтона. Кто любитель? Любитель. Ну, скажем так, Ролтон здесь немножко другой. А теперь грибочек. Ну, скажем так, Ролтон.